Давай еще раз! Здорово-здорово-здорово-здорово! Здорово-здорово! Ты какой-то весь расплывчатый! У бизнесменов должны быть камеры! Прям каждую морщинку должны быть видеть! Ведь мысли-то какие-то правильные! Ну и есть еще... Я... Зачем на камеру тратиться? Еще времени не пришло! Ты смотри, у меня что-то кресло облесли! Да? Да! Ну... Самое главное, голова свежая и чистая! Ну да! А кресло что? Кресло денег стоит, да? Ну... В ближайшее время за 50-60 возьму! Такой королевский! Нет, чуть побольше надо! Ха-ха-ха! Да! Выглядеть будешь... Взрослее, увереннее, серьезнее! Ну, тренинги вести вебинары! Угу... Про что будешь? Чему будешь людей учить? Как правильно волшебный пендель под 20? Ха-ха-ха! Кому? Ха-ха-ха! Кому? Кому? Как... Который скажет... Вадим, я с тебя беременна? Ха-ха-ха! 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 Они сейчас там перекусывают! Немножко! Сейчас мы с ули... С улицы только пришли! Вот там и все еще тоже сегодня ждет звонка! Вот, все соскучились! Никого тут нет! Здорово! Здорово, здорово, здорово! Ну и что там? Где? Который сестра уже не стал! Который сестра уже не стал! Который сестра уже не стал! Ну, мне даже... Мне даже соседи говорят! Ты, говорит, какой ты, говорит, высокий стал! Ага! Я говорю, ну так я на седьмом этаже, говорю, поближе к Богу был! То есть, где люди в белых халатах! Хирургии на самом верху! С ангелскими! Вот твоя сестра! Привет! Ага! А я думал, что у Аньки на юге? Нет! Привет! Она суда-суда как бесходная! Этот диван мой забраковал! Я на сцене прихожу, а парень-то одна спит на нём! Думаю, нифига тебе! А я там у Аньки пол-седьмого человека каждый день был в отпуске! Только воду дали! Полы мой сначала! Целый день воды не было! А тебя чего не видно? Ну-ка! Я слабый! Вадим, поверни камеру, да! А тут там твоя морда бизнесменская на всё это! Отца не видно! О-о-о-о! Караченцев ты наш! Хе-хе-хе-хе. А где ба- Cabinet? А там что? А прилетали! Привет! Привет! Ну что подавьте. Малышил. Штографию в высву-ла что ли она вам? Штографию выставила? Амка. Вот еще. Привет Duluth! Ого! Привет! Только воду дали! Я ушла с компьютером своим. А то я ее кином увлекла, и сидим по 24 часа, сидел там, кино смотрели. Человеку работать мешает, сама потенция, а молодежи баламутят с этими сериалами. Блок-блок-блок-блок-блок, воды нет, блядь, говорю. Не ори-ка, видишь, как простенок. А он? Я ж напугался, е-моё. Говорю, воды нету, а он это. Так азинь. Он болер стоял, видишь? А он там, воду сдавали люди. А вот когда сказали, что воды нет, она успела набрать, попить там это. Попить 14 рублей вода в больнице стоит. По пятерке стоит, вод хватает. В больницу она не поедет. Не в больницу, а говорю, в это, в пятерке. Ну ладно. Я пойду лобус мою. Давайте, пока-пока, ну, целую всех. Что-нибудь, как запрещенное там делали, столько времени? Конечно. Я еще раз сказал. Давай, 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 не болей. Спасибо. Огромное-огромное спасибо за творог, Волк. Я не знаю, чем вы корову свою кормите, но, блин, силы там, энергии очень полно. Спасибо вам огромное. Дай Бог, да, дай Бог вам здоровья и вашей коровке. Ладно, и тебе не болей. Да, ведь здесь ваша корова тоже нелегкий путь пошла. Прошла. Ну да, да. Тем не менее, справляется со своими обязанностями, да? Ну да, да. Все хорошо. Давайте, давайте, счастливым. А что, отец ушел, что ли? Да. А что есть он-то? Зомби-ячик возьми. Ага, ну, почему? Человек оттуда получает новость. Правильно? Я смотрел, в зомби-ячике, оказывается, все, они правды говорят. Ты что, снимаешь? Нет. Да, да. Чего? Вот так поверни, на кнопку нажми. Да нет, нет. Да я не против снимать. Чего у тебя нового-то? О, Бажена идет. Идем быстрее. Поднимай, у тебя же спина. Так. А что, опусти, нахуй, и... Ася, садиться не ты. Вот так, да. Вот так вот. Бажена. Блэ! Блэ! Иди, бабочка твоя. Бабочка. Залезайся на кресло, мне не дать тебя. Увидишь, скажи, да? Вон, видишь? Вижу, вижу. Вон она, беда, видит она. Вон она. Ну-ка, Маши, дядя, ваде, ручки. Блэ! Маши, дядя, вручки. Блэ! 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 Ну ладно. Не хочешь разговаривать? Мы тогда сами будем разговаривать, что деда. Да? Нет. Все, Молодец. Придел сюда? Да, да. Подожди-ка, я сейчас водички возьму, попить. Давай. Мам, здесь! Отупить охотно сушняк. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добрый день Добрый день Субтитры делал DimaTorzok 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 Добрый день Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Кто? Помню, класска была и подруга при ней целовался на кухне с собой. Вот это помню. Да, да, да. Ну, какой-то небольшой такой внутренний непонятный страх. Был, взял, когда пришли за мной в палату, ну, медсестры, мол, все уже время, пошли. Бери с собой одеялко и каталку они с собой, пакет, и пакет для вещей. Ну, чтобы потом это положить, вот, поднялись на самый верх, поближе к Богу, на седьмой этаж на лифте. Вот, это такой мандраж, ну, операция, что не каждый день наркоз тебе вводит, и ты не понимаешь вообще, как ты в него войдешь. Вот, ну, страха такого особого-то нету, переживания, но было одно внутреннее желание избавиться от этой боли, да. Я знал уверенно, что все будет хорошо. Я даже по этому поводу не боялся. Вот потому что неделя подготовки было, семь дней. Семь дней то есть я в больнице лежал. Даже на выходные, да, мы перед этим отпустили. Пошли на УДИ. Вот, и положили меня туда, поставили катетер, систему, вот. А еще, помню, музыка играла этот блюз. На-на-на-на-на-на-на. Такое-то. Потом как-нибудь что-нибудь подходящее мелодии я тебе скину, ну, найду. Ну, по вдобе этой мелодии, потому что она у меня в голове звучит как-то вот, но пока найти не могу. Но обязательно эту мелодию найду. Я лежу так вот рукой, ну, в горизонтальном положении. И так пальцем бью. Прикольно. Система капает, капает. Вот. И... Больше, как сказать, такая чистота. Пожена! Ты чё делаешь? Ты сейчас под задницей получишь. Сидит до ингалятора. Я говорю, такая пустота. И... Вот. Глаза открываю. Ну чё, нормально что ли? На меня смотрит медсестра, а глаза такие добрые-добрые. Совершенный посторонний человек. В чужой. А в глазах... Блин, какая-то вот... Знаешь, это не объяснить. Это нужно увидеть самому. Почувствовать. Почувствовать, да. И вот лежу такой. Вот. Ну, сам-то приколист тоже. Ну, как сказать. Жена. Хочется тоже, вроде, поддержать. А чё-то, ну, не то, что не можешь, ты говоришь, вот. Ну, хочется просто спокойно полежать. Так в состоянии тебя везут, вот. И вот ты мыслишь, вот тебя к лифту подвозят. Вот. И ты думаешь, блин, надо было прикольнуть. Вот глаза открыл. Ну, а чё ты увидел? Потолок. И тебе, представляешь, ты голый в белом халате? Я хотел, думаю, сказать, блин, чё, я уже в раю, что ли? Ну, белые люди, представляешь. Свет горит. Вот. И тут меня завозят в палату, там, то всё другое. Олеся меня там встретила. В общем, пацаны там, ну, и так вот. Анестезиолог зашёл через какое-то время, мол, всё нормально. Тут обед привезли. А жрать охота. А с утра-то булочку съел маленькую, ну, потому что три дня терпел, а на четвёртый день уже психанул. Думаю, да идите вы. Сам понимая то, что нет ничего хуже, когда ты спишь, а у тебя в животе урчит. Жрать охота. Вот. Первое не стал, так как это, не то, что там суп был жиденький, но неудобно, потому что вставать-то больно нельзя, а двигаться вот так вот можно, вот в корсете вот туда-сюда поворачиваться. А вкусные макароны, короче, такие эти. Перья. С гуляшом, по-моему, да. С гуляшом. И анестезиолог заходит такой. Так я не пойму. Чего вы его не кормите? Олеся такой. А чё, можно что ли? Нужно? Я с таким аппетитом был. Бу-бу-бу. Рыбать такой. Понимаешь? Вот. И вот за то время, пока я там был, в палате у нас было шесть человек. Каждая палата где-то два человека поменяла. Каждая постель. Где-то три человека. И совершенно разные люди. Совершенно разные люди. Совершенно разных профессий. Об этих профессий я, как бы сказать, может потом еще чуть попозже расскажу тебе. Ну, очень интересные люди. Вот. И все это время, после недели получается, грубо говоря, мы там жили в этом, в маленькой среде, вечерками, вечером. Когда в больнице лежи, сам знаешь, о чем общаешься. Ну, ни о чем, а чё тебя, как там. Ну, то есть, такие внутренние, ну, как-то скоротать время же нужно, правильно? Вот. А я, когда был в больнице, я вообще не спал в туалет. Пойдешь чуть-чуть-чуть, подкорешь и на улице. Ну, много-много там мгновений, но есть, конечно, много чего рассказать. И вот понял только то, что со мной произошло. Вот. Здесь вот, когда вот в зеркало встал, вот так взял. Руки как-то сами потянулись. Вот почему я выложил, думаю, на всякий случай, для истории. Себе потом просто интересно было. А это для себя же выкладываешь, не для кого-то. Да-да-да, просто хотелось было, насколько было то состояние. Но было убитое вот... На пицце, да, пухший. Как будто в буховне это... А? Сколько месяцев там где лежать, стоять? Стоять, лажать? Да. Ну, три месяца садиться нельзя. Ездить нельзя. Э-э-э... Ну, по-моему, у кого? У Рафика уже, наверное, тоже что-то напомню, да, Берлик? У Сереги Акимова, да. Они, наверное, больше расскажут. Они уже прошли через этот путь. Сколько Серега там эти, не ходили они? Я не знаю, Серега не знаю, но Венерки можно узнать. Да, ну, по сути дела, я думаю, ну... Это не интересно, наверное, тех, у кого это не беспокоит. А так три месяца садиться нельзя вот. Потом, ну, только ходить и лежать. Вот, кстати, все вот это спрашивают, типа, а чё, сидеть нельзя? Да, а как? Вот... Пару человек, наверное, кто спросил... Слушай, а как ты ходишь-то? Ну, ты понимаешь, садиться же нельзя, ну, это... Посрать. Посрать, да. Никто не спросил, всем интересно, а как ты жрёшь? Пожрать-то ладно. А как ты, Серёж, как себя выпустить это? Ты знаешь, во, оказывается. Лишь бы коленки не подвели. Мужик, анекдот, короче, очень со мной очень умный человек лежал. Не то, что умный, но, короче, грамотный, воспитанный, умеет разговаривать с людьми. Вот, и у него в кругу общения такие люди, которые имеют вес. Везде, то есть, и любой документ, который ему нужно, он это, возможно, сделает. Ну, ты понимаешь, да, среди какого коллектива человек просто общается? Возьми. Да, вот, и он так, как сказать, такой компанейский тоже поддерживал, там, анекдотами. Нет, а я как занимаюсь? Вот. Ты знаешь, что-то новое в жизни. Что, что я буду тебя спрашивать, ты сам через это прошёл? Ну да. Ну, только немножко по-другому, но, а смысл-то один и тот же, правильно же? Конечно. Не испортился же. Как говорится, лысого-то. Но это так уже, мелочи. А, да. И вот, анекдот, анекдот, говорю. Мужик такого, ну, преклонного возраста. Подожди-ка, щас. Щас сброшу. Я сброшу. Я просто анекдот потом уже нашёл в этом, как в интернете. Я тебе сейчас зачитаю, но очень интересный. Медсестра, короче, больницы готовит к операции восьмилетнего старика. Он снимает одеяло. Вот. И она тут видит огромное добро. И девушка с уважением говорит пациенту, дедуля, да это же, говорит, настоящий молод. Старик такой с гордостью, лёжа на кровати так, отвечает. Ещё, говорит, лет десять назад я на него, говорит, вешал ведро, говорит, и пробегал, говорит, сто метров, не помогая руками. Медсестра такая, ну, теперь, наверное, это уже не получается. Дедуля такой в ответ. Нет, да, нет, дочка, не получается. Старый стал, колени подводит. И вот, вот этому Александру этот анекдот как-то тоже, ну, во время застолья, говорит, рассказал один из, там, из этих, как его, ну, тоже из гостей, там, из друзей. Вот, и теперь, говорит, у них каждый какой-то важный тост, ну, при вечеринке, там, когда подымают бокалы, они, говорит, в первую очередь всегда пьют теперь. Лишь бы, говорит, коленки не подвозили. Ну, лишь бы, говорит, коленки не подвозили. Ладно. Понятно. Вот такой вот анекдот из жизни. Да? Да, что, какие планы на жизнь теперь? Интернет? Чего? Я говорю, интернет, планы, какие же жизни теперь? Ты говоришь, не знаю, что буду делать. Кто? Ну, я. Здорово. Всем привет. Так, все записывайте, да. Так, сегодня у нас 8-й, 8-й, 8-й ноября. Так, красный день календаря. Вот, когда вчера созвонился с коллегой своим по палате, вот, поздравить его с 7-ым маем. 7-ым маем, говорю, вот гоню. 7-го ноября. В общем, так и прозвучала вот эта фраза. Так. 2019-й год. Сегодня, получается, у меня, так, 5-го выписали, это была неделя. В общем, 30-й сделали операцию. 8 дней, 6, 8 или 9 дней, да. После операции состояния, мое, ну, сами видите, наверное, да, по сравнению, наверное, с тем видео, которое было самое первое. Вот, когда, ну, знаете, образ какой, ну, колдыря, блин. На самом деле, алкоголик ведь опухший, проспался там, я не знаю, и ушел в панику. Бедный, ё-моё, что же со мной случилось? И в этот момент, посмотреть видео, там, кто-то, вот, первое, что на душе, вот, вообще, вот, как сказать, не то, что на душе, а хочется сказать об этом человеке со стороны. Вот. О-о-о-о! Всё. Понятное дело. Скоро увидим его там, в этой штуке, вот. Вот. И ищущий для себя успокоение среди таких же обиженных людей, беспомощных, которые судьба какой-то в определенный момент подвела именно так вот, чтобы человек мог остановиться, прийти в то состояние, как бы сказать, беспомощное, ну, а самое беспомощное состояние, это когда мы родились, мы ничего не можем делать. Вот. Вот. И в это время, вот, как раз вот, что-то произошло со мной. Я пока сам это не понимаю, но, по сути дела, если хорошо разобраться, вот, в больницу шел я больной. У меня ужасно валял спина. Я два года мучился с этой болью. Два года. Я терпел. сильно терпел таблетки, что только я не делал как-нибудь, если у меня личное дело, мои карточки есть, когда я первый раз обратился в больницу и, соответственно, перед обращением в больницу, ну, опять какой-то отрезок времени, сейчас точно я не помню но это мне не самое главное самое главное, вот мне вот так, вот смотрите хоп, хоп вот, что дало мне вот эту силу ведь пролежав в больнице видев людей которые по два, по три раза проходили операции историю одного тоже коллегу, очень хорошего человека Санек Горшков, сегодня узнал Александр Вячеславович так что, Александр Вячеславович, если вы будете смотреть вот, приветствую вас на, как правильно там говорится на земле обитованный вот, да, 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 да история очень, конечно, интересная и своеобразная такая судьба вот, и за маленький промежуток времени за маленький промежуток времени получилось мне об этом человеке узнать очень много то есть, как он пришел к этому вот, и что сейчас будет вот, ну, на самом деле настроение у него отличное сегодня я с ним позвонил Санек, здоровья тебе все это фигня как, сказать, шрам украшает мужчин вот я тоже кто меня спрашивает ну, мол, че там как после операции я говорю ну, че, как поставили шарову от БМВ с места позвоночника немецкой производительности вот советское оборудование так, как я с 79-го года техника побежала, блин вот она как побежала нет, на самом деле на самом деле кто хотел меня как-то успокоить поддержать в тот момент когда вот мне было тяжело огромное у нас спасибо на самом деле огромное просто преогромное именно вот эта энергия хоть кто-то и не звонил а в душе я вспоминал понимаете, как происходило вот и именно эта энергия как-то заставила на некоторые вещи смотреть иначе и вот когда ты смотришь немного иначе не как большинство людей вот естественно что вы хотели с каким я с больницы должен был выйти вот с таким здоровым еще есть одна такая история Слава Вячеслав Вячеслав Макаров я со Славиком тоже очень подружился ну вообще знаете сейчас так немножко набросаю чтобы вы понимали что же человек это такое парня 29 лет в общем получил три инфаркта вот своеобразная там история при этом за это время ему сделали четыре операции или три Слав извини если я в цифрах вот как сказать немножко потерялся потому что признаюсь честно разговор с тобой поначалу для меня очень был сложный очень сложный я не понимал некоторых слов и по сути дела не понимали люди из палаты и они естественно чтобы уважать тебя так как ты очень добрый веселый позитивный человек вот пытались как-то можно сказать тоже поддержать пожалеть вот вот это скорее всего выглядело это так но это мой взгляд со стороны так как я был свидетель вот этой со стороны событий мне почему-то казалось иначе его хотят пожалеть он справляется он это делает а его о Славик молодец вот эта энергия его просто-напросто заряжала вся атмосфера он очень со всеми очень вежлив культуры за каждое то что ты ему поможешь в каком-то там деле вот ну в помощи вот он всегда культурно спасибо большое где-то коротко но очень интересно звучит вот из-за тяжелой как сказать лексики его было очень трудно сложить ну торопиться так как куда мне было некогда признаюсь честно вот потому что на тот момент как я понимаю я понял что я опоздал уже куда я торопился потому что я лежу уже вот перед операцией и скоро произойдет то что поменяет мою жизнь кардинально и вот естественно эта операция общением с другими людьми вот ну в одной палате там с коллегами дало какой-то прилив энергии которая на меня повлияла и некоторые вещи вот то что вот я сейчас к примеру говорю с вами на камеру и по сути дела я свою мысль для себя записываю чтобы не забыть как один очень умный и уважаемый уважаемый да мудрый человек в палате сказал то что сейчас это мысль нужно свою записать вот и всегда будет момент где можно словами поиграться грубо говоря переставляя вот так вот какой-то набор слов и при этом получить ответ на это и вот я был поражен я сделал это так теперь на сегодняшний день у меня как сказать очень много вопросов они они не меняются они еще прибавились больше теперь у меня вопрос почему происходит это именно со мной вот именно вот такое позитивное хорошее настроение хотя у меня там шарова от бмвс позвоночники ну ну если так шутят вот чтобы немножко разбавить вот это вот поэтому 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 как-то закончил речь о славе вот Вячеслав Макаров славе привет скоро кстати будем с братаном здесь в гараже делать может шашлык может что-нибудь я обязательно обязательно сниму ролик от начала до конца вот и обязательно как мы этот рецепт делаем а потом ты уже свой таким же образом как это я сделаю потому что нужно делить с опытом я как понимаю ты просто огромный огромный специалист гурман кухни вот и знаю то что ты самое что любишь готовить это мясо мясо это мужское блюдо вот помнишь не помню сейчас как по палате девушка разговаривала которая работала в ресторане где-то там на Волжском проспекте ну судя по ценникам которые я увидел это я был в шоке там цены не ниже 500 рублей там за 100 150 грамм понимаю там и туда приезжает на тот момент как раз этот пригласитель вручил Славе помнишь да Клав тебе вот и чем это нестандартно вот то что шеф-повара приезжает из других стран короче вечер такой компанейский все это делают организовывают и соответственно чтобы развиваться нужно оплачивать же в любом случае кредиты вот ну поэтому цена ну насколько вкусно там конечно я не спорю там очень вкусно потому что это все необычно потому что все что вообще готовят и от души вот это всегда вкусно так так и так 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 А все вот эти мелочи, которые, они решаемы, просто когда мы болеем, только потом понимаем то, что болеем только потому, что мы поругались, понервничали. На самом деле, проблемы здесь такой большой нету, а столько эмоций, но это нужно иногда, это жизнь, правильно? Нужно высказаться, вырваться, без этого никак. Да, да. Да, а кто сказал, что будет легко, правильно? Ну да. Жизнь перейти, как старые люди говорили, помню, вспоминаю, жизнь перейти, это не боле пройти. На самом деле так, на каждом углу, на каждом моменте тебя что-то поджидает интересное. Порой ты идешь куда-то, не знаешь, вот и поэтому спотыкаешься, а когда ты знаешь, что ты делаешь, и действительно это получается очень хорошо, да ведь, мам? Да. Угу. Вот, папке привет огромный. Ладно, ладно, тоже привет. Давай, я думаю, хорошее настроение я не только себе поднял, так же и тебе поднял. Ага, ага. Давай, спасибо, спасибо. Ага, ладно, давай. Давайте, хорошего дня вам, пока. Ага, ладно, пока, пока, целуем. Ага, мы тоже целуем, пока. Вот, видите? А я заметил, порой, не каждый это получается. Вот именно так разговаривать с родителями. Был случай в больнице, со мной положили, в общем, почти перед выпиской, наверное, за два дня. Долго не буду говорить, так быстро набросаю, потому что видео получится и так долго, и неинтересное. Вот, нудное, скудное такое, вот положили парня, 24 года ему, ну, сейчас, если словами пытаюсь описать, какой образ, в общем, человек с высшим образованием экономически, по национальности татарин. Вот, на тот момент, когда первый раз я его увидел в палату, он зашел с матерью такой, ну, потерянный. Вот, у него самого характер такой, знаете, как, ну, как он правильно называется, педантичный. Это, как мне сестра сказала, когда ему уже в палату, уже все там дела, рентгены, все снимки сделали. И по назначению врача, как я понимаю, вот, то, что в определенный момент, после поступления пациента, ему нужно просто у них, ну, свой какой-то, наверное, кодекс, я не знаю, там, какие-то свои нормы. Если вот медики, я думаю, ну, я, по сути дела, так думаю, потому что все, что, как должно положено быть. Вот, ему пытаются сделать систему, он аккуратненько такой, спокойный. Снимает штаны, складывает, вытягивает. Все это спокойный, не торопясь. Метестра стоит, его ждет. Нас в палате шесть человек. Вот, и мы все свидетели вот этой ситуации. Вот, тут, получается, она стоит такая, ну, ты, Айрат, такой педантичный, все аккуратно. Вот, и тут, да, настроение хорошее, я уже после операции, скоро уже к выписке. Вот, прошли все три дня, когда было тяжело. Вот, ну, такие операционные моменты. Вот, я наблюдаю за этой картиной. Он говорит, что? Он такой на своей волне. Я говорю, да нет, ты тихо, не торопись, остановись. А, да, ты тихо, не торопись, сосредоточься. Вот, типа так, ну, и тут все там засмеялись, в общем. И происходит следующая картина. Человек создает возле себя очередь. Приходит милиция, чтобы взять показания у него, вот, от этого происходящего. Вот, и в тот момент это все нервный срыв, мать тут там стоит, и он, знаете, вот, я сам такой был. Действительно, сам такой был. Уйди, мам, уйди, зачем ты пришла? Все, уходи. Ну, у него прям так резко, там, по-своему. Ну, немножко грубя, а мать, отработав, целый день до 7 часов вечера, вот, а время уже было где-то, наверное, часов 12, может, первый час. Ну, мой, я спал, если честно. Вот, и его все ждут, а ему на все по барабану. В общем, на этой ноте закончу, наверное, уже пора идти домой. Где-то, наверное, полтора часа гуляю. В общем, сегодня 8 ноября, красный день календаря. Всех с праздником, всем хорошего, бодрого настроения. А он изменился, надо его все фуршко показать. Хм, хм, хм.